Во-первых, рад вас всех приветствовать на семинаре, посвященном работе с Microsoft School Server Management Studio. Меня зовут Гурьянов Михаил, я являюсь преподавателем учебного центра специалист. В качестве темы семинара я предлагаю посмотреть на возможности Management Studio, то есть мы поговорим именно о пользовательском интерфейсе Management Studio. Основная задача, цель сегодняшнего вебинара – познакомиться, для кого-то, возможно, познакомиться, для кого-то, может быть, как-то упорядочить или, может быть, расширить представление о возможностях Management Studio, то есть тех возможностях, которые позволят автоматизировать и сделать более эффективную работу главным образом по написанию запросов. Хотя, я думаю, что те техники, которые мы сегодня с вами будем рассматривать, пригодятся и разработчикам, и пригодятся администраторам баз данных, то есть всем людям, которые так или иначе работают с Microsoft и с Call Server. Еще одна из таких целей сегодняшнего вебинара – сделать запись вот этого семинара и опубликовать ее для бесплатного доступа для тех людей, которые собираются прослушать курсы по Microsoft и с Call Server, чтобы уже во время работы на курсах максимально эффективно использовать возможности Management Studio, то есть меньше времени тратить на какие-то рутинные действия, ну а больше времени посвящать уже непосредственно изучению тонкостей в работе с базой данных Microsoft и с Call Server. Ну, о чем мы с вами сегодня поговорим? Ну, конечно, я сделаю такое введение в Microsoft и с Call Server Management Studio, что это за программный продукт, что он имеет, базовые какие-то вещи, касающиеся работы с Management Studio. Ну и дальше мы с вами посмотрим, как можно использовать Management Studio для повышения эффективности работы. Ну, во-первых, давайте Management Studio запустим, да, то есть как проще всего запустить Management Studio. Ну, набрать SSMS, если больше никаких ярлыков на рабочем столе у нас с вами нет. Набираем SSMS, да, в поиске, ну, находит нам современная операционная система через поиск Management Studio. Если мы работаем по старинке, да, через Run, можно WinR воспользоваться сочетанием клавиш и, опять же, набрать SSMS. То есть поэтому по этой аббревиатуре, да, соответственно, у нас всегда Windows найдет Management Studio и откроет. Ну, думаю, что все прекрасно понимают, но на всякий случай скажу, что Management Studio, конечно, ни в коем случае это не SQL Server. Это клиентское приложение, которое может быть установлено и запускаться локально на той машине, на которой у нас развернуты экземпляры SQL Server. Может работать удаленно. Но это все-таки клиентское приложение, ориентированное, главным образом, конечно же, на администраторов баз данных. То есть людей, которые занимаются непосредственно поддержкой баз данных из SQL Server. И большая часть функциональности Management Studio заточены именно на эту профессиональную роль. Ну, однако, возможности Management Studio могут с успехом использоваться конечными пользователями, аналитиками. Возможности автоматизания, создания запросов о Management Studio достаточно неплохие. Ну и отчасти, конечно, могут использоваться разработчиками баз данных. Хотя, наверное, все-таки для разработчиков баз данных и для разработчиков приложение более привычным инструментом будет Data Tools для Visual Studio. Но, тем не менее, соответственно, достоинством именно Management Studio в данном случае будет универсальность и доступность на самом деле. Поскольку продукт, в общем-то, фактически является бесплатным, если мы покупаем коммерческую версию SQL Server, то есть продукт у нас уже есть. То есть мы можем его установить, если мы используем бесплатную версию SQL Server, то в таком случае мы можем воспользоваться несколько урезанной версией Management Studio, которая называется Express. То есть в таком случае мы получим полностью, в общем-то, бесплатный продукт. Иногда критикуют, конечно, Management Studio, то есть говорят, что есть более продвинутые пользовательские интерфейсы. Но у Management Studio есть неоспоримые достоинства. Бесплатность, доступность, достаточно простой пользовательский интерфейс, но и при этом достаточно неплохие возможности, которые покрывают большую часть потребностей администраторов баз данных в первую очередь, но и других пользователей SQL Server. Значит, если мы с вами первый раз запустили Management Studio, мы получаем приглашение, то есть нам предлагают подключиться к серверу. Ну, на самом деле мы подключаемся в Object Explorer, да, то есть все окна Management Studio, в общем-то, достаточно независимы друг от друга. Ну, эту особенность нужно учитывать. То есть мы сейчас с вами создаем подключение для Object Explorer. Значит, что в Object Explorer мы должны с вами выбрать? Должны выбрать, с каким сервисом, с SQL Server мы предполагаем работать. Из сервисов или типов серверов, с которыми мы можем работать, конечно же, у нас присутствует Database Engine или непосредственно сам SQL Server, на революционный движок баз данных. Ну, некоторые возможности есть для работы с Analyze Services, Reporting Services и Integration Services. Хотя, если честно, все-таки признаться, Management Studio все-таки средство ближе к администрированию, да, и если мы собираемся работать с Analyze Services, Reporting Services и Integration Services, как разработчики, конечно, нам понадобятся Data Tools. То есть Management Studio дает нам небольшое количество возможностей по администрированию этих компонент SQL Server. А вот при работе Database Engine, пожалуй, на самые мощные возможности. Ну, поскольку мы с вами говорим сейчас о запросах на SQL, конечно же, мы выбираем Database Engine. Что дальше? Должны выбрать сервер, которому мы осуществляем подключение. Должны выбрать процедуру, механизм аутентификации. То есть каким образом мы собираемся подключить, подключиться к этому экземпляру. Ну, два варианта. Либо мы используем Windows аутентификацию. То есть в таком случае мы подключаемся под той учетной записью, которой вошли и Windows. Если мы с вами выбираем SQL Server аутентификацию, в таком случае мы подключаемся под той учетной записью, которую для нас создал администратор SQL Server. То есть мы администратора непосредственно SQL Server, да, в таком случае мы... Эту информацию уж точно владеем. Мы с вами будем работать сейчас с Windows аутентификацией. Ну, подключаться я буду к экземпляру по умолчанию, который расположен на той же самой машине, где и установлено Management Studio. Поэтому можно выбрать имя компьютера, либо можно выбрать точку. В таком случае будет производиться подключение к экземпляру по умолчанию локальному. Давайте я выберу точку. Из возможностей, которые дополнительно предлагает нам интерфейс подключения, ну, наверное, именно на пользовательском уровне, можно отметить это база данных, да, соответственно, к которой мы собираемся подключаться, который станет у нас текущей на момент подключения. Также мы можем определить цвет для подключения. Ну, на первый взгляд, это кажется достаточно такой ерундой, да, соответственно, какой-то, так сказать, не очень важной возможностью, но эта возможность весьма может выручить. Например, если мы подключаемся к боевому серверу, то в таком случае для подключения мы можем использовать какой-то предупреждающий цвет. То есть если мы работаем как разработчики, да, соответственно, со своим тестовым сервером, мы, естественно, можем использовать обычное подключение, да, не отмечая его цветом. Если, соответственно, мы подключаемся к боевому серверу, если вдруг это возможно, да, то есть сообразно отметить это тем или иным цветом. Ок, в принципе, я думаю, что уже можно подключиться. Давайте выберем Connect. Что с Object Explorer? Что Object Explorer нам позволяет сделать? Ну, большинство возможностей Object Explorer, конечно, все-таки ориентировано на администратора. Для нас, как пользователей в данном случае, как аналитиков, как людей, которые в данном случае обращаются с запросами к SQL Server, в первую очередь будет интересовать информацию, которую мы можем получить об объектах SQL Server через Object Explorer. То есть, ну, во-первых, мы с вами видим узел Databases и видим список баз данных, которые присутствуют на сервере. В частности, например, база данных AdventureWorks. Далее, при работе с базой данных у нас присутствует целый набор узлов, в частности, узел Tables, раскрыв который мы, в общем-то, можем получить информацию о таблицах, которые присутствуют на сервере. Есть возможность в менеджмент-студию и через графический интерфейс. Но нас, в первую очередь, конечно же, будет интересовать информация. То есть, раскрыв ту или иную таблицу, да, соответственно, мы можем посмотреть ее свойства. То есть, например, в выборах в Production Product мы видим список колонок, мы видим список ключей, мы видим список ограничителей, которые доступны для этой таблицы. Ну, наведя на ту или иную колонку, да, в принципе, мы можем посмотреть информацию, краткую информацию, да, о свойствах этой колонки. Допустимо или недопустимо неизвестные значения, какой тип данных у нас используется для этой колонки. Выбрав определенную базу данных, да, мы можем по правой кнопке выбрать New Query. То есть, создать новый запрос к этой базе данных. Обратите, пожалуйста, внимание, что если мы выбираем, вернее, создаем окно запроса именно таким образом, то у нас эта база данных сразу становится текущей, это раз. Ну и, собственно говоря, применяются именно те настройки подключения, которые мы использовали в Object Explorer. То есть, тем самым, да, соответственно, мы с вами получили как раз вот здесь вот красное предупреждение о том, что мы работаем именно с боевым экземпляром. Ну и, соответственно, в своих действиях мы должны быть особенно осторожны. Еще один момент очень важный на самом деле, на котором люди очень часто путаются, это то, что подключения, которые делаются через Object Explorer и подключения, которые осуществляются через окна редактирования, могут не совпадать. То есть, я создавал сейчас окно, используя правую кнопку и New Query. Если я создам новый запрос при помощи кнопки New Query, либо я воспользуюсь, например, меню для этого, либо я, вот здесь у меня есть connection соответствующий, то я получу другие настройки подключения. То есть, например, если я сейчас поменяю настройки подключения, то есть, например, выберу другой совершенный сервер, да, сейчас я выбираю именованный экземпляр SQL-2. В Object Explorer у меня подключение к экземпляру по умолчанию, а в моем окне редактирования, да, соответственно, получается подключение к SQL-2, к экземпляру SQL-2. Ну, это может быть причиной весьма неприятных последствий. То есть, например, предполагая, что мы запрос запускаем на тестовом экземпляре, мы его можем запустить на боевом сервере. То есть, здесь нужно быть осторожным. Ну, кстати говоря, всегда мы можем сделать проверку, к какому именно экземпляру или какому сервису мы на самом деле подключаемся при помощи глобальных переменных server name и service name. И, естественно, что мы можем эти переменные использовать в проверках. То есть, только в том случае, если я подключился, да, if, если я подключился к тестовому серверу, удалить таблицу и создать ее заново, да, как мы обычно делаем как разработчики. То есть, в противном случае, да, соответственно, чтобы у нас запрос не выполнялся на сервере, на экземпляре, который мы выбрали по ошибке. Следующий момент и следующая возможность, да, которую я хотел продемонстрировать для менеджмента студия, возможность, которая частично, в общем-то, существует с самых незапамятных времен, частично, да, соответственно, она получила развитие в 2008-м менеджмента студия, это возможность использования registered servers, то есть зарегистрированные сервера. То есть, если я открою это окно, открывается оно при помощи View, дальше мы выбираем registered servers, Ctrl-LG. В этом окне, в этом проводнике мы можем создавать, во-первых, группы, давайте вот я сейчас создам новую группу серверов, сделайте это следующим образом, new server group. У меня название группы будет радио, по названию учебного комплекса, где мы сейчас, а в общем, я физически нахожусь, да, и вот у меня коллега тоже здесь именно присутствует. Дальше можно добавить в эту группу серверы, я добавлю несколько серверов, это будет у меня экземпляр по умолчанию, добавлю его по точке, да, соответственно, экземпляр по умолчанию я могу, подключение к экземпляру по умолчанию я могу проверить через тест, то есть ошибок не было. Дальше, ну я просто для простоты использую точку, естественно, да, соответственно, здесь у меня могут быть удаленные подключения, то есть название сервера, обратный слэш, название экземпляра, что, конечно, более предпочтительно. Дальше добавлю еще одну регистрацию сервера, это будет у меня, я могу здесь через брауз, да, соответственно, делать выбор, да, второй способ, да, покажу, опять же, тестирую все нормально и сохраняю. Далее добавляю третий экземпляр, то есть эти три экземпляра, да, соответственно, у меня входят в одну группу, то есть эти серверы, на самом деле, выполняют какую-то близкую, чем-то близкую работу. Ну, чем для меня вот именно с точки зрения написания запросов, хотя в данном случае скорее ближе к обслуживанию баз данных, к диагностике, к сбору информации, нежели чем там сбору каких-то бизнес данных, вот будет полезно создание группы серверов, серверов, а тем, что я могу к ним сделать запрос. Вот если я выбираю сейчас New Query, использую группу, а не отдельный сервер, хотя использовать отдельный сервер у меня возможность сохраняется, в таком случае, посмотрите, пожалуйста, в строке подключения у меня присутствует не название экземпляра, да, к которому я подключился, а присутствует название группы серверов. Что это значит? Это значит, что запрос будет выполняться для каждого сервера, для каждого экземпляра, результаты будут собираться вместе и выдаваться мне в виде единого результирующего набора, ну, если, конечно, такой результирующий набор у меня возвращается. То есть, например, если сейчас я сделаю запрос группы серверов радио, да, то есть попрошу название сервера и попрошу название сервиса, я получу, на самом деле, следующую информацию. Во-первых, я получаю название сервера в том виде, в котором он у меня описан в группе серверов, да, server name. Во-вторых, я получаю в результирующий набор ту информацию, которая возвращена этим сервером. Сейчас у меня результирующий набор возвращает, на самом деле, только по одной строке для каждого сервера, то есть я возвращаю название экземпляра и название службы, которые соответствуют этому экземпляру. Но я могу, на самом деле, собирать данные и с большим количеством строк. То есть, например, я хочу получить список всех таблиц, которые присутствуют на этих экземплярах. То есть как это можно будет сделать? Select. Дальше давайте возьму Name. Дальше обращаюсь к представлению каталога SysTables. Ну и смотрите, да, соответственно, что у меня получается. То есть я сейчас для текущих баз данных, которые у меня используются для каждого из экземпляров, получаю список таблиц. Ну, я на самом деле список таблиц получаю сейчас для баз данных мастера. Список баз данных давайте я соберу вместе. Databases подскажет. Ну вот я получаю, соответственно, список всех баз данных, которые у меня присутствуют на всех выбранных мной экземплярах. То есть вот у меня пошли базы данных, которые находятся на экземпляре SQL2. Дальше пойдут базы данных, которые на экземпляре SQL3. Ну и дальше те базы данных, которые у меня присутствуют на экземпляре по умолчанию. Естественно, что я могу не только делать запросы на выборку данных, я также могу делать запросы, которые приводят к изменению данных, к созданию объектов, к изменению настроек на этих серверах. Ну, естественно, в соответствии с теми разрешениями, которые у меня есть. Ну, например, я могу создать пользователя на всех трех экземплярах SQL сервера. То есть я, например, напишу create user, лев, with password, ой, не юзера, сори, сори, конечно, логин. Мессинг курс, днем был по Oracle, да, тут я немножко в параклиному, да, соответственно, начинаю мыслить. Ну и сейчас, как мы с вами видим, да, соответственно, команда выполнилась успешно, то есть пользователи созданы на всех экземплярах SQL сервера. Окей. Это что касается, да, соответственно, распределенных запросов, которые мы можем, или, если быть точным, да, соответственно, запросов, которые выполняются у нас сразу к нескольким экземплярам SQL сервера. Значит, соответственно, следующий, следующую возможность, полезную возможность Management Studio, которую я хотел, значит, показать, это возможность использования проектов, ну, проекты мы всегда на курсах используем. Ну, во-первых, сейчас давайте мы проекты с вами создадим, а дальше, ну, собственно говоря, поговорим о том, какие полезные возможности создание, использование проектов, да, нам предоставляет. Ну, я вот уже тут несколько скриптов написал, все эти скрипты, естественно, я могу сохранить, да, например, через save, да, ctrl-s, ну, разместить в какой-то папке, ну, и при необходимости их можно будет открыть заново, ну, и воспользоваться. Ну, чем такой подход на самом деле плох? Тем, что эти скрипты никак не организованы, получается, с точки зрения Management Studio, это раз. Во-вторых, эти скрипты, ну, достаточно неудобно будет дальше переносить с одного места на другое, то есть нужно будет искать постоянно нужный скрипт. И часто, ну, собственно говоря, сохранение этого скрипта, да, для дальнейшего использования оказывается, в общем-то, мало полезным, потому что получается, что проще написать его заново, чем, в общем-то, найти скрипт, да, который может использоваться для решения какой-то рутинной задачи, либо который послужит, ну, заготовкой для создания какого-то другого. Ну, вместо этого все скрипты, которые относятся к какому-то проекту, да, действительно, рабочему проекту, либо скрипты, которые относятся к какой-то общей задаче, к решению какой-то там производственной задачи, можно объединить вместе в solution, да, в решение, ну, а дальше внутри solution, соответственно, еще и побить на проект. Что это нам дает? Это нам дает возможность открывать solution как единое целое. Это нам дает возможность, это нам дает возможность создать иерархию внутри solution за счет проектов. Ну, и, кстати говоря, добавить в solution все, что, ну, не все, конечно, ну, большую часть различного, различных настроек и большую часть различного медийного материала, да, который мы для решения этой задачи используем. Ну, вот сейчас давайте я воспользуюсь созданием проекта. Значит, как проект создается? То есть выбираем файл, выбираем new, выбираем project, либо используем сочетание ctrl-shift-n, появляется диалог. В рамках этого диалога мы с вами можем вот здесь вот переключаться, что именно мы хотим создать. Либо мы хотим создать solution, то есть решение пустое, либо мы, соответственно, можем создать сразу же в решении проект с определенными задачами. Ну, я сейчас выберу создать сразу же проект. Что дальше нужно будет сделать? Ну, естественно, нужно выбрать местоположение, где у нас соответствующие файлики будут храниться. То есть я выбираю browse, выбираю сейчас c, выбираю папку projects и выбираю ее в качестве текущей для проектов. Ну, в качестве местоположения здесь для проекта может быть выбрана, естественно, папка по любому пути. Я выбрал вот именно такое местоположение, ну, исключительно для простоты. То есть это может быть, естественно, и общая папка, это может быть и папка, которая находится в папке моих документов. В папке моих документов. Что дальше? Название для solution. Ну, solution решает какую-то задачу. У нас с вами задача сейчас возможности Management Studio. Так я и назову solution.ss.ms. То есть возможности SQL Server Management Studio. Дальше сразу же создам в новом решении проект. Ну, проект представляет часть, логическую единицу solution. Ну, название проекта, да, соответственно, я укажу 01. Ну, и дальше, собственно говоря, назначение этого проекта. Назначение моего проекта – тестирование возможностей проекта. тест-проект. Название будет соответствующее. Тест-проект. При создании проекта, да, соответственно, мы можем выбрать галочку Create Directory for Solution. То есть создать папку для моего решения. То есть внутри проекта будет добавлена папка ssms в данном случае. Ну, что еще здесь у нас есть? Есть переключатель. То есть какой именно сейчас мы выбираем проект. То есть проект мы будем создавать для скриптов SQL Server, то есть для скриптов на языке SQL, либо, соответственно, мы будем создавать проект для скриптов для Analyze Service. Что это значит? Это означает, что по умолчанию, если я не затребую иное, новый скрипт будет создаваться именно для SQL. Если я выберу, соответственно, что по умолчанию у меня скрипты для Analyze Services, у меня скрипты будут создаваться по умолчанию для MDX. Ну, сейчас у нас запросы, поэтому я выбираю, естественно, SQL Server Scripts. Все, можно нажимать на ОК. У меня остались тут несохраненные скрипты. Он мне спрашивает, сохранить. Нет, не нужно. Я все, что нужно уже, все, что хотел, уже показал. Дальше как будто бы ничего не происходит. Ну, на самом деле, просто мне нужно открыть специальное окно, которое называется Solution Explorer, либо, соответственно, воспользоваться сочетанием Ctrl-Alt-L. Ну, я выберу через меню. Появляется Solution Explorer. В рамках Solution Explorer я вижу свой solution, то есть решение. И в этом решении сейчас присутствует один-единственный проект, который называется Test Project. 01 Test Project. Ну, его уже можно открыть, можно посмотреть, из чего этот проект состоит. То есть он состоит из сейчас трех узлов. То есть, вернее, информация, которая находится в этом проекте, состоит из трех узлов. Это Connections, Queries и Miscellaneous. То есть подключение, запросы и все, что угодно. Все остальное. Ну, начнем, давайте, с подключения. То есть, если я выбираю подключение, я правой кнопкой, да, соответственно, выбираю New Connection. Дальше я выбираю настройки подключения, так как мы их с вами уже смотрели. То есть выбираю название сервера, которым я буду осуществлять подключение. Выбираю тип проверки подлинности или аутентификации. Дальше, ну, выбираю все остальные настройки, включая, например, возможности там шифрования или использование собственных цветов для окон. То есть абсолютно тот же самый интерфейс окна подключения. Говорю окей, да, соответственно, у меня появляется новое подключение. Ну, вот теперь, на самом деле, использовать New Query не надо. Использовать, на самом деле, Object Explorer тоже не надо. Использовать нужно именно вот эти настройки подключения, которые хранятся именно в проекте. Почему? Потому что, если я буду использовать эти настройки, у меня скрипт сразу же автоматически будет создаваться в нужном мне проекте. Ну, и, собственно говоря, логически размещаться там, где нужно. Значит, что сейчас я могу сделать? Ну, на самом деле, я могу, конечно, поступить, пойти долгим путем. Я могу выбрать New Query, закрываю этот вариант. Ну, гораздо эффективнее, на самом деле, будет просто дабл-клик по подключению. То есть если я использую дабл-клик параметрами подключения, то есть под той учетной записью, которой мне необходимо это сделать, потому что у меня может быть несколько учетных записей тестовых, то есть, например, от лица разных пользователей. Также у меня будет присутствовать, может присутствовать, да, естественно, подключение к разным серверам. И в таком случае, да, соответственно, выбирая то или иное подключение, я создаю подключение сразу же к нужному серверу. Ну, что дальше? Запрос у меня появился. Запрос использует автоматическое именование. То есть запрос получает имя SQL Query1, расширение SQL. Ну, и дальше счетчик, да, соответственно, у нас работает. Да, и мы получаем, соответственно, запросы SQL Query2, SQL Query3, SQL Query4. То есть все свободные используются номера, которые присутствуют. Ну, естественно, целесообразно скрипт переименовать, дать какое-то осмысленное имя. То есть, в частности, давайте, следующий скрипт у меня будет для создания базы данных. При разработке со скриптами, да, соответственно, мы можем нечаянно потерять расширение. Ну, почему на самом деле это будет приводить? Это будет приводить к тому, что наши с вами скрипты из узла запроса попадают в miscellaneous. Но это на самом деле не лишает нас возможности их редактировать. То есть я, например, могу попробовать, да, прям непосредственно здесь. И дальше, например, попытаться обратиться в глобальные переменные version. Посмотреть версию сервера. Ну, первое, что мы сразу видим, во-первых, не работает подхазки, нет синтаксической подсветки. Ну и вообще, как таковые, отсутствует возможности запустить на выполнение. То есть Management Studio воспринимает этот файл просто как информационный файл, а не скрипт, который предполагается к выполнению на экземпляре SQL Server. Ну, на самом деле, ситуацию очень легко исправить. Для этого нам достаточно просто поменять расширение файла. И в таком случае у нас все возвращается назад. Сам файл перемещается в queries. Возвращается синтаксическая подсветка. Возвращается IntelliSense подсказки. Вот я сейчас использую для вызова IntelliSense. Ctrl-Enter, да, вот он появился. Ну и, конечно же, возвращается возможность отправлять этот код на выполнение. Я сейчас отправляю на выполнение, получаю версию SQL Server, к которому я подключился. Ну и, на самом деле, можно использовать эти возможности и для решения других задач. То есть, если мне нужно добавить какой-то простой текстовый информационный файл в проект, мне не нужно использовать какое-то стороннее приложение, но под плюс-плюс, например. Мне достаточно просто создать как бы запрос, а дальше поменять расширение у этого запроса на тексты. Или любое другое. Главное, чтобы это был не XML, чтобы это был не HTML, чтобы это был не SQL, которые, в принципе, будут синтаксически разбираться в Management Studio. То есть, если я использую TXT, да, я, соответственно, дальше по-прежнему могу все это редактировать, но этот текст не будет разбираться SQL Server. То есть, это будет простой информационный, да, простой информационный файл. То есть, я могу писать все, что угодно. Точно так же сохраняю, да, он сохраняется в рамках проекта. Ну, что на самом деле, кроме, допустим, каких-то скриптов, можно будет добавлять в проект. Ну, на самом деле, все что угодно. То есть, любой файл, который у нас есть, то есть, например, это может быть это может быть Excel-овский файл, да, в котором у нас содержатся данные для загрузки. Это может быть прожитовский файл, где у нас информация по проекту. Это может быть VOD-овский файл с документацией. Все что угодно, да, соответственно, можно добавить в проект. Ну, если Management Studio не умеет с такими файлами работать напрямую, в таком случае будет при обращении к этому файлу открываться то приложение, которое с этим расширением ассоциировано. Если Management Studio умеет работать с этими файлами, то в таком случае эти файлы будут открываться непосредственно в Management Studio. Как добавить любой файл, на самом деле, в проект? Выбираем проект, выбираем добавить, выбираем Existing Item, ну и дальше выбираем любой файл. По умолчанию он нам предлагает добавить в проект файл с расширением SQL. То есть я могу выбрать скрипты, которые у меня создавались ранее другими пользователями, либо мной, если я не использовал проекты, либо, соответственно, из других проектов и добавить их в существующие. Они будут попадать, естественно, в узел Queries. Можно выбрать, соответственно, на другие файлы. То есть, например, это могут быть файлы с описанием Deadlock'ов, да, это могут быть файлы XML'ские, это могут быть файлы, опять же, XML'ские, да, которые содержат информацию о планах выполнения, да, которые предварительно были сохранены, ну, либо, соответственно, это могут быть файлы, в которых содержится информация по X-эвентам, то есть по расширенным событиям, да, эти файлы, вот здесь вот по умолчанию, мы можем выбирать, и вот именно эти файлы, да, может Management Studio самостоятельно совершенно отображать. Более того, например, SQL-план, да, с там, не XML'ем будет выполняться, а будет иметь графический интерфейс, да, состоящий из элементов этого плана выполнения. То есть она его синтаксически разбирает и красиво, и наглядно визуализирует. Ну, а если определенные файлы у меня не входят в список, отображаемый Management Studio, ничего страшного. То есть, например, я могу открыть вот у себя папочку Scripts, да, и добавить какие-то Pauschell-ские скрипты, да, то есть сам Management Studio, да, я, соответственно, сейчас этот Pauschell-ский скрипт меня отображает просто как текст. То есть я добавил, да, любую, я могу добавить любую информацию, как в данном случае я и сделал, добавив файлик Pauschell. Ну, что на самом деле происходит, если я добавляю в мой проект определенные файлы? Давайте я сейчас открою проводник Windows, заберусь в Projects, это папка, которую я специально создал для моего Солюшена. Дальше я вижу, что появилась папка SSMS, SQL Server Management Studio. Помните, да, я галочку ставил, то есть просил, чтобы для моего Солюшена создавалась отдельная папка. Я вижу, что она здесь появилась. Дальше я вижу, что появилось два файлика. Ну, вот файлик SSMS имеет расширение SSMS SLN, то есть SQL Server Management Studio Солюшен. Это XML-ский файл, кстати говоря. Я могу, например, открыть сейчас и продемонстрировать. А, нет, вот это это у меня, кстати, да, нет, это вот не Солюшен, да, я сейчас открыл. Да, вот он не XML-ский, прошу прощения. Он специально имеет формат, а вот у проекта, да, соответственно, XML-ский. Ну, здесь все равно содержится информация по проекту в целом. Для каждого проекта, который я добавляю в Солюшен, добавляется отдельная папка. Ну, в эту папку, соответственно, у меня попадает, во-первых, файл, который содержит описание этого проекта. Вот он как раз XML-ский, да, и, в принципе, даже его можно его можно и редактировать, в общем-то, но аккуратно. То есть в обход Management Studio автоматизировать процесс создания проектов, например, уже существующих, да, каких-то там папок со скриптами. Ну, помимо этого, в папку будут попадать все файлы, включая файлы с расширением SQL, то есть для скриптов с SQL+, будут попадать все файлы, да, которые мы добавляем в проект. При работе с проектом, кстати говоря, у нас всегда создается копия данных в папке нашего проекта. То есть, если мы добавили файл в проект, из общей папки, из, например, какой-то нашей локальной папки, все равно будет создаваться копия в нашем проекте. Ну, а значит, полностью доступная нам для изменения, для редактирования. Плюс мы не изменяем оригинальную версию этого файла. Как видите, вот я добавлял Change wallpaper, да, паушеловский скрипт, копия этого файла добавилась. удаление из проекта. То есть, определенные запросы или другие файлы из проекта могут быть удалены. То есть, для этого мы можем воспользоваться правой кнопкой Remove, либо просто воспользоваться Delete. Если мы эту команду запускаем, в таком случае задается вопрос, то есть, что мы на самом деле хотим сделать. Хотим мы удалить файл, если мы хотим удалить файл, мы выбираем команду Delete. В таком случае у нас и из проекта пропадет ссылка на этот файл, и этот файл будет удален физически. То есть, если файл объемный нам больше не нужен, либо попал по ошибке, мы выбираем Delete этого файла физически больше нет. Если мы хотим файл физически оставить, но в проекте мы его видеть не хотим, то есть, например, временно мы не хотим его видеть в проекте, в таком случае при удалении мы можем выбрать команду Remove. в проекте файла нет, но физический файл остался, то есть, он присутствует на диске. Дальше все, уже проект не отвечает за этот файл, то есть, файл, если нам больше он действительно физически не нужен, нужно будет удалить ручками. В принципе, если определенные файлы мы временно отключили из проекта, но дальше хотим их вернуть, тут процедура достаточно стандартная, то есть, выбираем проект, говорим существующий элемент existing item, existing item, то есть, существующий элемент, забираемся в папку и добавляем, да, файл query1 у нас теперь вернулся. Окей, следующий примерчик, давайте я добавлю здесь вот некоторый код, чтобы он у меня был, он нам дальше понадобится, так, у меня здесь как раз create database, давайте я и сделаю, create database, это show version, ой, смешное название это получилось, show version, сохранить, кстати говоря, сразу же все файлы можно при помощи команды ctrl-shift-s, ну, либо через файл забраться в save all, да, ctrl-shift-s, здесь у нас сочетание присутствует, еще одна удобная возможность, которую нам предоставляют предоставляют проекты, то есть все файлы, с которыми мы работали, например, в тестовой среде, мы можем быстро очень сохранить, но теперь несколько нюансов может быть дегтя, да, то есть чем больше на самом деле окон мы с вами открываем в менеджмент-студио, тем больше подключений у нас к экземплярной скорой сервера создается, каждое окно менеджмент-студио создает новое подключение, отдельное подключение, соответственно, мы используем ресурсы сервера, это, естественно, минус, а второй минус, заключается в том, что все открытые файлы, которые у нас есть, особенно если эти файлы содержат, например, XML, либо содержат действительно достаточно какой-то граммовский код на SQL, они занимают достаточно большое количество памяти, почему? Потому что эти файлы парсятся при помощи менеджмент-студио, особенно в этом плане у нас достаточно тяжелыми являются файлы XML, соответственно, если мы их открываем в менеджмент-студио. это, безусловно, минус. Еще один минус заключается в том, что если мы с вами поработали с Солюшеном, выключили компьютер, ушли домой, на следующий день пришли и запустили менеджмент-студио, открыли Солюшен, все эти файлы будут открываться долго и нудно. также это произойдет, если мы перенесем, например, наши файлы с одного компьютера на другой, то есть откроем Солюшен на другом компьютере, то есть мы его открываем, все файлы открываются, если не дай бог там еще у нас нет учетных записей, доступа к учетным записям, которые использовались раньше, значит там дальше будут еще и выдаваться предупреждения учетной записи, такой нет, допустим, не могу, продолжить, чтобы все это получится очень долго и неприятно. Значит, какая отсюда на самом деле мораль? Ну, во-первых, для того, чтобы не использовать ресурсы сервера, все ненужные в данный момент файлики нужно закрывать. То есть не нужно, можно закрыть. То есть окно ничего не делает, там под не выполняется вообще, но подключение к серверу все равно остается. Если, соответственно, все разработчики и все пользователи, которые работают с SQL Server, открывают огромное количество сеансов подключения, это, естественно, будет для сервера, ничего хорошего для сервера не дает, то есть это просто-напросто расходует нерочительный ресурс. Поэтому закрываем все неиспользуемые файлы. Есть еще и более радикальные на самом деле средства, то есть те проекты, с которыми мы в настоящий момент не работаем, то есть данные, которые нам не нужны, соответственно, мы можем выгрузить из памяти для того, чтобы не менеджмент-студия, соответственно, их не разбирала синтаксически и не использовала ресурсы, ну и, ко всему прочему, нам не придется в таком случае, ну, собственно говоря, закрывать все окна, да, отдельно, которые эти файлы используют. Как это делается? Выбираем проект и дальше мы с вами выбираем меню project, unload project. вот эта команда. Если мы выбрали с вами unload project, все, все подключения разорвались и память, соответственно, на нашей машине, на нашей клиентской машине менеджмент-студия тоже не использует для синтаксического разбора этих файлов. Ну, при этом все остальные, да, соответственно, проекты у нас живут абсолютно независимо. Давайте вот следующий проект я сейчас назову test templates, то есть тестируем шаблоны. Здесь совершенно легко, непринужденно, да, я могу работать с запросами. Еще одна полезная возможность проекта, да, то, что мы открываем и закрываем файлы пачками, то есть выгрузили определенный проект, все ресурсы освободили через unload project, да, вот он нам показывает unavailable, но он нам в данный момент недоступен, да, то есть мы легко можем им воспользоваться, если опять же правой кнопкой нажмем на проект и дальше выберем reload project, да, повторно закружить этот проект. то есть теперь уже мы опять можем открывать опять можем открывать нужные нам запросы, да, то есть при открытии запросов у нас будут создаваться подключения, но естественно менеджмент студия будет опять там синтаксически разбирать эти файлики, но ресурсы мы уже используем рачительно, как клиентские, так и серверные. Таким вот образом. Так, ну что ж, теперь давайте посмотрим, как можно работать с шаблонами. То есть следующая возможность сколь сервера, которая позволяет автоматизировать свою работу. То есть иногда говорят, вот приходится слышать, да, что графический интерфейс это быстро, да, описать код это медленно, ну на самом деле это как минимум не всегда так. То есть да, иногда через графический интерфейс некоторые действия мы выполняем быстрее, особенно это редко используемые действия, но вот если мы определенные действия выполняем очень часто, нам приходится определенные действия выполнять очень часто, а мы на самом деле с такими вещами именно и сталкиваемся, то есть создаем однотипные объекты, создаем достаточно однотипный код, чтобы все это дело упростить, целесообразно использовать шаблоны Ну вот, собственно, таким возможностям мы с вами посвятим некоторое время. Итак, начнем давайте с шаблонов. Давайте я загружу обратно мой проект Reload Project. Это раз. Во-вторых, вот у меня есть тут уже заготовочка на такое действие. То есть мне нужно создать базу данных. На самом деле, если такая база данных есть, ее нужно удалить для того, чтобы никакие настройки, которые в этой базе данных уже есть, любые объекты, которые в этой базе данных присутствуют, мне не мешали. То есть базу данных я создаю для стенда, то есть для экспериментальных целей. Ну, в данном случае, соответственно, я использую самые простые настройки. Ну, первое дело, что мне нужно сделать, прежде чем, собственно говоря, удалить существующую базу данных, это, естественно, проверить, есть такая база данных или нет. Если такая база данных есть, ее нужно удалить. Ну, на самом деле, удалить ее просто так не получится, если к этой базе данных есть хотя бы один юз со стороны клиента. Да, ну, я здесь, соответственно, переключаю базу данных в Restricted User, Sobs и Visual Backimed, тем самым я отключаю все подключения на стенде. Ну, еще раз подчеркну, это специальный баз данных, который для стенда, который, наверное, каждый администратор, каждый разработчик, соответственно, постоянно создает для тех или иных целей экспериментальных. И, собственно говоря, набор действий здесь совершенно стандартный. После того, как я базу данных удалил, я создал ее сразу же заново, ну, и дальше я переключаю, да, соответственно, эту базу данных в модель восстановления FOOL. То есть мне нужно экспериментировать, если именно с этой моделью восстановления. Кстати, сейчас задают вопрос, как вот там сделать шаблоны, как, например, в FastGrease несколько шаблонов для создания баз данных. Ну, шаблон нужно для баз данных делать, наш шаблон-то один, это модель, а можно шаблоны просто сделать вот именно на уровне скриптов. И в таком случае вопрос очень легко решается. Но просто использовать CopyPaste на самом деле неэффективно, да, почему? Потому что, ну, вместо того, чтобы один раз поменять название базы данных, мне придется его менять раз, два, три, четыре, пять раз. Ну, не говоришь о том, что, естественно, в этом скрипте могут быть другие изменяемые параметры. Вот здесь вот я написал, вот видите, здесь комментарии, да, потому что здесь у меня какие-то стандартные настройки, конечно, для каждой базы данных тестовые есть. И они могут меняться. Ну, задача такая, да, соответственно, создать шаблон. Ну, для того, чтобы посмотреть существующие шаблоны, давайте мы с вами выберем View, дальше выберем Template Explorer, появляется вот такой вот менеджер шаблонов. Здесь у нас присутствует уже стандартный шаблон. Ну, в частности, например, я могу выбрать шаблон какой-нибудь для пользователя. Или я могу использовать, например, шаблон, да, для создания таблицы, либо базы данных. Ну, давайте я возьму для таблицы, например, шаблон. То есть, например, Create Table, да, шаблон. Вот такой вот. Ну, как шаблоны на самом деле устроены. И вот единственное, что я сейчас, пожалуй, сделаю, давайте я включу перенос строчек. Line Numbers и перенос строк. То есть, чтобы у меня визуально строчки переносились на другую. Значит, ну, шаблон, естественно, содержит некоторый текст, который будет общий для каждого скрипта на основе этого шаблона. Плюс шаблон содержит подстановочные поля. Подстановочные поля имеют достаточно простую структуру. В тегах, то есть, знаки меньше-больше, указываются три параметра. Первый параметр – это название подстановочного поля. Ну, на самом деле, в чистом виде информационный атрибут для того, чтобы проинформировать пользователя о том, для чего это подстановочное поле предназначено. Ну, в данном случае, постановочное поле предназначено для того, чтобы здесь использовать название базы данных. Дальше, второе поле тоже является, на самом деле, информационным, но по сложившейся традиции, это поле используется для того, чтобы указать тип данных, который должен использоваться для этого поля. В данном случае, сиснейм, то есть, название системного объекта. Ну, а третье поле – это значение по умолчанию, которое будет предлагаться для соответствующего подстановочного поля. Вот здесь у меня, на самом деле, присутствуют следующие подстановочные поля. Это база данных, это название схемы, это название таблицы. Вот он у меня, да, table name. Ну, и также еще у меня здесь присутствует название колонии. Вот создать скрипт на основе шаблона можно, на самом деле, двумя способами. Первый способ не очень, на мой взгляд, эффективный. Это просто сделать дабл-клик по шаблону. То есть, я добавляю сразу же скрипт в менеджмент студию на основе этого шаблона. Но обратите внимание, что у нас происходит с алюшем. То есть, у меня этот скрипт, да, соответственно, попадает не в проект, да, он попадает у меня в разное, причем на уровне всего салюшена. То есть, ну, на самом деле, это неудобно. Поэтому давайте я сейчас его закрою. Гораздо эффективнее будет создать скрипт на основе шаблона следующим образом. То есть, добавить новый скрипт в проект стандартным способом, то есть, дабл-клик на подключение. Дальше открыть темплейт, прошу прощения, Explorer, менеджер шаблонов. И при помощи drag-and-drop бросить шаблон в редактор. Ну, что мы таким образом получаем? Таким образом, мы получаем, во-первых, возможность добавлять сразу же скрипты в проекты. Это раз. Второе, мы получаем то, что в одном, на самом деле, скрипте мы можем использовать несколько шаблонов. Ну, что дальше? Как нам поменять, на самом деле, подстановочные поля на какие-то значения? Ну, самый эффективный способ воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl-Shift-M. То есть, если мы выбираем Ctrl-Shift-M, в таком случае мы с вами получаем следующую картинку. То есть, вот название параметра, параметр, вот тип, который в постановочном поле у нас присутствовал, вот у нас значение по умолчанию. То есть, все значения по умолчанию на самом деле могут быть изменены. То есть, например, базу данных, давайте я возьму неадвенчивекс от MDB. Схему я оставлю по умолчанию DBO, а название таблицы у меня будет тест. Все. Дальше говорим ОК и все. Соответственно, подстановочные поля у меня все заполнены. Ну, что, собственно говоря, у меня получилось. То есть, если таблица существует, она удаляется и создается заново с новой схемой. Естественно, схему, в данном случае, можно тут легко редактировать. Ну, какие шаблоны стандартные на самом деле у нас присутствуют? Достаточно большое количество шаблонов. Ну, все они все-таки немножко носят характер демонстрационный. То есть, все шаблоны, особенно это касается новых технологий. Например, для Table у нас есть возможность создания таблиц оптимизированных в памяти. Memory Optimized, In-Memory LTP таблиц. То есть, синтаксис новый. Появился только в 2014 SQL Server. То есть, пожалуйста, на основе этого шаблона можно создать сразу же тестовую таблицу. Создать скрипт и поэкспериментировать с кодом. То есть, вместо того, чтобы, соответственно, обращаться к документации и уже через документацию, соответственно, копировать какие-то запросы. Но для решения каких-то, конечно, повседневных, рутинных задач такие шаблоны вряд ли подойдут. Потому что, естественно, шаблоны нужно создавать под свои собственные задачи. То есть, для каждого решения существуют свои собственные некоторые стандарты. Для каждого решения существуют какие-то собственные требования. Ну, собственно говоря, шаблоны в таком случае позволяют нам не только уменьшить рутинную работу. То есть, количество рутинной работы, которую мы выполняем. Шаблоны также позволяют нам, на самом деле, избежать ошибок человеческого фактора. То есть, то, что будут определенные соглашения на обыменовании. То, что какие-то обязательные, соответственно, поля для таблиц будут опускаться. То есть, шаблоны позволяют все унифицировать. Шаблоны, кстати говоря, и на производительности будут очень... Использование шаблонов, давайте только я так сформулирую, использование шаблонов будет положительно влиять и на производительность. Почему? Потому что запросы должны быть максимально унифицированы. То есть, для того, чтобы как можно меньше нагружать кэш планов выполнения запросов. А, собственно говоря, все, соответственно, даже небольшие изменения в запросах будут приводить к тому, что будет создаваться несколько копий в кэше для нашего запроса. Шаблон, конечно, эту ситуацию преодолеет. Так, ну что ж, стандартный шаблон, использование стандартного шаблона мы с вами посмотрели. Давайте создадим шаблон вот для нашей рутинной задачки. Напомню, что задачка такая. Удалять базу данных, если она существует, предварительно переведя ее в режим restricted user. Ну и, собственно, если база данных уже... Если база данных существует, она удалена, но дальше она все равно создается заново, и ее модель восстановления переводится в full. Ну, на самом деле, давайте вот как раз сейчас и добавим подстановочные поля. У меня подстановочное поле, кстати говоря, здесь будет одно единственное. Вот такое. То есть название будет, давайте, db у поля. Ну, а тип данных, естественно, sysname, потому что это системное имя. Ну и значение по умолчанию is call magic. Я сделаю сейчас глобальную замену. Так, так, так. Ага. Здесь вот лишнее, да, у меня получилось. Ну, вроде бы, похоже на правду. Сейчас я к этому шаблону применю control shift и проверим, да, соответственно, что это работает. Запускаю на выполнение, все нормально, да. То есть шаблон рабочий. Я его протестировал. Ну, теперь мне осталось его только разместить среди уже существующих шаблонов. Ну, каким образом это можно сделать? Вот, берем текст прямо в буфер обмена. Дальше выбираем template explorer. Ну, в template explorer я могу воспользоваться уже существующей папкой. Либо я могу создать, на самом деле, новую. То есть я беру команду new folder. И она так будет мне называться. SQL magic. Дальше выбираем new template, да, выбрав фолдер. Я говорю создать новый шаблон. Ну, мне предлагается сразу же название для этого шаблона. У меня будет create database. Давайте. Все. Есть имя. А вот дальше нужно будет не торопиться, да, не делать дабл клик, а по правой кнопке выбрать edit. То есть отредактировать этот шаблон. То есть я текст, ранее подготовленный, вношу. И теперь проверяю. То есть делаю drag and draw. Содержание шаблона. Проверяю, запускаю control shift M. У меня одно единственное подстановочное поле сейчас. Это DB. Сейчас я использую значение по умолчанию, да, соответственно, score magic. Все. Да, соответственно. База данных успешно создается. То есть теперь для того, чтобы создать какую-то новую тестовую базу данных, да еще и с каким-то набором, да, соответственно, сразу же стандартных настроек, да, будет достаточно выполнить несколько простых действий. Все, шаблоны готовы, да. То есть для любых рутинных операций, да, соответственно, мы с вами можем создать, да, ну, сколько угодно большое количество шаблонов. Ну, следующий инструмент в SQL, ну, в менеджмент-студию сравнительно новый, но также очень удобный, да, для автоматизации рутинных действий, это использование сниппетов. Появился в 2012, да, соответственно, в SQL сервере. Сейчас тут даже вот появился даже очень удобный менеджер у нас с вами для работы со сниппетами. Ну, сейчас мы как раз их посмотрим. Ну, использование шаблонов, использование сниппетов имеет, как бы, у каждого свои плюсы, да, соответственно, свои минусы. Ну, я думаю, что вы самостоятельно, да, соответственно, можете выбрать для себя, как инструмент более, может быть, удобный, так и определиться, в каких ситуациях удобнее использовать сниппеты, а в каких случаях использовать шаблоны. В принципе, шаблоны и сниппеты по своей функциональности похожи. Единственное, что у них разные инструменты для создания, и у сниппетов и шаблонов, в общем-то, разные механизмы вызова. Шаблоны, например, очень удобно использовать сразу для генерирования таких больших скриптов, да, то есть когда мы создаем таблицы, вместе с созданием таблиц, сразу создаем какие-то объекты, которые с этими таблицами связаны. А вот сниппеты все-таки более удобны для решения каких-то более локальных задачек. То есть, например, как раз их можно использовать для вставки небольших кусочков кода в текст. Но во многом функциональность сниппетов и, конечно же, шаблонов пересекается. Ну, сейчас давайте мы как раз с вами сниппеты и посмотрим. Я, в принципе, новый не буду создавать проект, да, воспользуюсь существующим. Я добавляю новый проект, ой, новый скрипт, прошу прощения. Вызвать сниппеты, существующие сниппеты. Можно через сочетание клавиш Ctrl-K, 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 а потом сразу же нужно, не отпуская Ctrl, нажать. Как это будет выглядеть? Держим Ctrl, потом K и сразу же нажимаем X. Появляется вот такое вот меню, неиспадающее, Insert Snippet. И, опять же, у нас есть система навигации по сниппетам. Похожая, кстати говоря, на систему навигации по шаблонам. То есть, в частности, например, я могу воспользоваться сниппетом для логина. То есть, я могу создать логин для SQL Server. То есть, появляется у меня, смотрите, код сразу же и появляются подстановочные поля. Первое подстановочное поле – это название логина. Ну, а дальше некоторые пароли. Ну, давайте я сейчас сделаю учетную запись Михаил. Дальше я могу выбрать табуляцию. И я сразу же перехожу ко второму подстановочному полю. Здесь у меня пароль и, опять же, есть некоторые значения по умолчанию. Если меня устраивает уже, все, соответственно, я со сниппетом работу закончил, достаточно нажать на Enter. И у нас с вами код готов. То есть, создать логин Михаил и пароль. Все. Ну, на самом деле, это быстрее, соответственно, чем делать много кликов, соответственно, в графическом интерфейсе. Не говоря уж, конечно, о том, что сниппеты, точно так же, как шаблоны, можно делать самостоятельно. Ну, единственное, что может быть, создание шаблонов много проще. Хотя и создание сниппетов, на самом деле, тоже ничего особо сложного из себя не представляет. Я как раз сейчас вот покажу, как сниппет можно создать. Кстати говоря, есть программки, в том числе и бесплатные программки, при помощи которых сниппеты можно создавать в графическом интерфейсе. Но, на мой взгляд, на самом деле, ничего, кроме Notepad++ не нужно. Потому что сниппеты описываются через XML. Там достаточно простая система их создания. Тем более, всегда можно взять какой-то стандартный сниппет в качестве заготовки. Что мы, собственно говоря, конечно, с вами сейчас и сделаем. Ну, добраться до сниппетов проще всего следующим образом. Выбрать Tools. Дальше выбрать код Snippets Manager. То есть, менеджер сниппетов. Появляется вот такой графический интерфейс. Здесь мы выбираем, для какого языка мы сниппеты создаем. Для SQL либо XML. Мы, конечно, с вами сейчас создаем для SQL. Потому что тема у нас запроса. И дальше мы с вами определяем, собственно говоря, действия, которые мы с сниппетом собираемся сделать. То есть, действия у нас, на самом деле, здесь могут быть следующие. То есть, мы можем добавить сниппет. На самом деле, целую папку можно со сниппетами добавить сразу же. И она у нас появится в этом списке. Мы можем импортировать сниппет из файлика, который у нас имеет расширение сниппет. Вот оно у нас, да, сниппет. Ну, и если это наши собственные сниппеты, да, то мы их можем, да, соответственно, там и удалить. Ну, кроме того, мы можем здесь вот посмотреть еще и информацию, да, по этим сниппетам. То есть, описание, то есть, для чего этот сниппет нужен. Можем посмотреть тип, в данном случае expansion, да, то есть расширяет наш код. Ну, можем посмотреть там информацию по автору и так далее. Ну, что интересно, мы очень легко можем здесь добраться до папки, в которой у нас сниппеты живут. То есть, если мы выберем какой-нибудь стандартный, да, соответственно, сниппет, он живет стандартный для сниппетов папки. Мы можем в нее забраться и, естественно, в устройство этих сниппетов посмотреть. Я выбираю, да, папочку. У меня был логин. И выбираю сниппет, да, в школе authentication, логин, сниппет. Ну, открыть можно любым текстовым редактором. Ну, я открою именно при помощи Notepad++. Почему? Потому что он мне дает сразу же синтаксическую подсветку. XML, на первый взгляд, тут кажется немножко сложновато, но по факту все очень даже, очень даже несложно. То есть, все подстановочные поля у нас описываются вот здесь. Declarations элемент. Дальше, соответственно, у нас указывается, используется элемент literal, который содержит, на самом деле, три подэлемента. Это ID, то есть название этого подстановочного поля. Это подсказка, tooltip, да, при наведении на которую будет описание. Значение по умолчанию. Да, то есть так описываются у нас подстановочные поля через литералы. Дальше. Язык у нас SQL, поэтому здесь мы ничего не трогаем. И вот здесь вот, посмотрите, пожалуйста, вот в этих квадратных скобочках у нас, где cdata, как раз содержится код на SQL. А подстановочные поля дальше описываются следующим образом. Вот название подстановочного поля. Вашу извините, не название подстановочного поля, а ID, да, соответственно, подстановочного поля, которое обрамляется в знаке доллара. То есть нам нужно будет добавить здесь код на языке SQL, указать, название, идентификаторы литералов, которые являются у нас подстановочными полями. Ну, а все элементы этих литералов мы описываем в блоке declarations. Ну, дальше. Что еще мы здесь можем поменять? Можем поменять вот здесь, естественно, заголовок для нашего с вами сниппета. Можем поменять, соответственно, описание автора. Соответственно, все свойства этого сниппета. То есть ничего такого сверхъестественного нет. Ну, вот я заранее просто для нашего же с вами примерчика подготовил сниппет, при помощи которого можно будет создавать базу данных, удалять базу данных, если такая база данных уже у нас существует. Ну, вот текст нашего с вами запроса, который я уже демонстрировал. Давайте только вот здесь вот я вот так сейчас сделаю, чтобы у меня не было лишних, никаких действий. Дальше я определяю единственный у меня литерал. Название литерала у меня DB. Вот он. Но используется, кстати говоря, в сниппете несколько раз, да, в коде несколько раз. Дальше я определил подсказку. То есть то, что здесь нужно указать, только не имя, а название все-таки базы данных. Не получилось, калька с английского, да, название базы данных, ну и значение по умолчанию SQLMagic. Ну, также я поменял заголовок, да, то есть название, заголовок у меня создать базу данных SQLMagic. Описание, ну оно такое же, как и заголовок, уменял автора, тип оставил такое же, расширение. Все, дальше давайте я его сохраню под каким-нибудь именем в моих проектах. Прям в темплейте добавлю. Ну, название у меня будет Create Database, SQLMagic. Расширение сниппета. Сохраняю. Текст-ниппета, кстати говоря, можно управить и в самой, в общем-то, в менеджмент-студию. То есть он к самой тоже позволяет работать. Давайте я прямо в проект его добавлю. Add Exist in Might. То есть просматривать его можно здесь, и будет тоже присутствовать синтаксическая подсветка, плюс можно здесь же прямо его и редактировать. Окей. Ну, теперь осталось только этот сниппет добавить и проверить, как он работает. Давайте сейчас возьмем новый. Сначала давайте добавим, да, то есть выберем Tools, выбираем код Snippet Manager. Дальше мы можем, соответственно, что сделать, допустим, там, Add. И добавить целиком папочку Templates, да. То есть теперь все, что я буду добавлять в папочку Templates, да, будет здесь присутствовать в виде сниппета. Плюс я могу, конечно, что сделать импорт, то есть взять любое местоположение и добавить, в общем-то, в любую папку. То есть выбираю мой сниппет, да, и говорю, в какую папку он должен у меня попасть. Ну, создание баз данных, да, я могу, только единственное, что у меня с базы данных нет. Давайте создание в таблице, да, я его добавлю. Все. Выбираю Add. Ок. Ну, и теперь осталось, в общем-то, проверить. Все то же самое. Ctrl-K-X. Да, вот у меня Templates полностью присутствует. Create Database. Esquale Magic. Ну, сейчас значение по умолчанию. Esquale Magic. Ну, давайте проверим и поменяем название на TestDB. Да, тестируем DB. Нажимаю Enter, да, соответственно, все литералы, да, которые у меня были определены как DB, да, соответственно, автоматически меняют свое название. Отправляем на выполнение, все, да, соответственно, база данных у нас успешно создается. Ну, как я уже говорил, в принципе, может быть, у шаблонов чуть проще механизм создания, да, и редактирования. Ну, зато у сниппетов, мне кажется, какой-то более современный, да, и удобный интерфейс обработки. Ну, к слову сказать, шаблонов, наверное, еще одно из достоинств шаблонов существует в средствах, да, управления для Esquale Server, там, где-то памятных времен, конечно, огромное количество шаблонов уже наработано, да, то есть сниппет сравнительно более новое средство, но, на мой взгляд, очень интересное. И вот так же, как шаблоны, да, соответственно, можно использовать для автоматизации своих рутинных задач. Так, ну что, время у нас ровно 20.00, все, что я хотел рассказать, да, по повышению эффективности работы в Management Studio, я рассказал, если какие-то вопросы остались, да, с удовольствием отвечу. Ну, в принципе, единственное, что, конечно, я еще хотел добавить, да, ну, пригласить на курсы, да, соответственно, по Microsoft Esquale Server. Предлагаю вам, если еще не ознакомились, да, ознакомиться с нашим сайтом, да, соответственно, специалистру, наше с вами направление обучения программирования и СУБД, начать изучение баз данных Esquale Server, ну, от выбора, да, соответственно, курсов по администрированию, по разработке баз данных, по созданию решений бизнес-аналитики. То есть, пожалуйста, знакомьтесь, обращайтесь к нашим менеджерам, то есть они нас проконсультируют по всем курсам, да, то есть предоставят вам полную информацию. Ну, конечно, не только Microsoft Esquale Server присутствуют, да, в среде курсов по базам данных в ассортименте нашего центра, то есть это и курсы по Oracle Database, это и набирающие популярность по Esquale, то есть и MySQL, конечно, ну, и все-все-все. То есть все, что, да, соответственно, вас может заинтересовать в базах данных, конечно же, присутствует. Ну, и плюс, конечно, курсы по смежным направлениям, то есть по системному администрированию и по программированию. Что еще не остается сделать? Поблагодарить вас за внимание, надеюсь, что это интересное, новое, полезное, да, вы из семинара узнали. Есть какие-то, есть вопросы, да, пожалуйста, я сейчас готов на все ваши вопросы ответить. Да, давайте, конечно, пожалуйста. По поводу экзаменов, да, как это все проходит, значит, соответственно, смотрите, экзамены проходят в любое время, когда работает у нас центр тестирования, да, то есть вы можете, да, соответственно, позвонить, да, Дмитрию Сравову или администратору центра тестирования Лени, да, соответственно, узнать у него подробно, соответственно, какие там документы, соответственно, нужно будет привести и спросить, когда, да, соответственно, свободное время, да. У нас сейчас экзамены можно проходить даже в выходные.